МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С огромной популярностью, потому что это высота 1200 метров. И других таких условий именно с точки зрения высоты в Европе не найти. По высоте, на которой расположен этот каток, его можно сравнивать с самыми быстрыми катками мира в Калгари и в Солт-Лейк-Сити. Но здесь, конечно же, есть и дополнительные бонусы в виде вот этой природы. Она иногда бывает милостива, как сегодня, великолепное солнце. Если еще нет сильного ветра, судя по тому пару, который справа на экране поднимается, сильного ветра действительно нет. То есть условия сегодня для конькобежцев просто замечательные. И мы в этих условиях будем ждать очень интересной, любопытной борьбы. Но можно сказать, что сразу четыре чемпионата пройдут в эти три дня в Калальбо. Это два спринтерских чемпионата. В спринтерском многоборе тех чемпионатов, которые не имеют большой давней истории. Первый спринтерский чемпионат в спринтерском многоборе был проведен только лишь два года назад. И это вторая всего лишь проба пера. Ну и, конечно же, классическое многоборе, мужской и женский чемпионат. И вот сегодня, в общем, два из этих чемпионатов в женском классическом многоборе и в мужском спринте начнутся. Хотя в разминочной зоне мы видим и Ольгу Фаткулину, и Дарью Качанову, и Елизавету Козелину. Ну и Лиза сегодня побежит в классическом многоборе. Ольга готовится вместе с Сергеем Клевчениным, тренером сборной, стартовать завтра в спринтерском многоборе. И она один из претендентов на медали Ирины Кузнецовой. В общем, ну, молодые дебютанты нашей сборной также здесь. Вот любопытно, что сейчас в разминочной зоне застали прежде всего российскую сборную самых активных. Ну, Ольгу Фаткулину, конечно, все прекрасно знают. Чемпионка мира, призер Олимпийских игр. И, конечно же, призер 17-го года чемпионата Европы в спринтерском многоборе. Конечно же, ее нельзя не причислять к фаворитам. Ну, вот такие замечательные условия. Что касается Алексея Есин, опытный спортсмен в нашей российской сборной. Конечно же, внимание к голландцам и норвежцам тоже очень и очень большое. Но открывают этот чемпионат девушки в классическом многоборе. И вот так, без раскачки, самый, наверное, возможно, решающий для Натальи Ворониной забег мы посмотрим первым. Ну, а пока посмотрите старт-лист. Наталья Воронина в первой паре побежит с Мишель Уринг. Но три девушки наши заявлены на классическое многоборье. Это Наталья Воронина, Евгения Лаленкова в этом сезоне, вернувшаяся в сборную. И Елизавета Козелина. Ну, для Лизы, конечно, она как бы все-таки специалист средних дистанций. И сложно представить, как ей дадутся 5000 метров завтра, если она до них доберется. Но, тем не менее, бороться надо, прежде всего, для того, чтобы и обеспечить места и на чемпионатах мира многоборных, которые пройдут в конце февраля-начале марта. Ну, и просто за собственный престиж, за высокие результаты. Все это будет важно. Ну, и все это вы увидите в прямом эфире на наших каналах, на интернет-портале Sportbox. Так что давайте смотреть внимательно. Итак, самый первый забег на чемпионате Европы по классическому многоборью среди девушек. И в первой же паре выходит Наталья Воронина. Наташа, безусловно, отличный многоборец. И для нее она, прежде всего, отличный стайр. И мы знаем ее как призера и победителя этапов Кубка мира на 3,5 тысяч метров. Прибавила она за последние сезоны полуторки. Но вот пятисотка, она может оказаться для нее ключевой. Хороший результат может дать Наташе Ворониной дополнительный стимул для борьбы за высокие места, за призовые места. В этом многоборье ветер все-таки есть. Мы видим по флагу, который зафиксировал фальстарт соперницы Натальи Ворониной Мишель Урик. Ну, фальстарта как такового не было. Качалась немецкая спортсменка, достаточно молодая. Ну, и Наташа Воронина еще молода. Ей только-только 24 года. Но, тем не менее, она, безусловно, лидер нашей сборной сейчас. И в том числе и в многоборье, и на длинных дистанциях. Поэтому, конечно, очень важный для нее забег. И мы переживаем. В принципе, для Наташи 11.39 хороший разбег. Конечно, на секунду быстрее разгоняются чистые спринтеры. Но много ли многоборцев будут здесь разгоняться так же быстро? Это нам еще предстоит увидеть. Первая пара, и Наташа Воронина проходит второй поворот. Немножечко повезло ей по жеребьевке. Финиширует она по большому кругу. Чуть меньше давления на нее в этом большом повороте. И на финише 40.75 секунды. Да, почти секунду Наташа не дотянула до личного рекорда, который устанавливала в Калгари. Тем не менее, это время можно считать отправной точкой для борьбы за хорошие места. Ну а как это сложится у Наташи, мы сегодня еще увидим, когда Воронина побежит дистанцию 3000 метров. Пока поблагодарим ее за этот бег. Самые интересные моменты нам еще раз повторяет Наталья Воронина. Ну, пока у нее не было в многоборе призовых позиций. Но, тем не менее, она достаточно высоко уже забиралась. Пятое место на чемпионате мира она выигрывала. Ну вот Евгения Лаленкова, которую на подобных соревнованиях мы давно уже не видели. Но вот в этом сезоне, в том числе и после рождения, ребенка Женя вернулась. И она может превзойти, вполне реально ей превзойти результат Воронины. По крайней мере, в Коломне на национальном отборе в декабре перед Новым годом 39-36 обновила свой личный рекорд Евгения Лаленкова. И выигрывает две десятых секунды на разбеге. И норвежка, молодая, мощная норвежка Рагне Виклунд может сейчас на переходной прямой очень хорошим таким тягачом для Евгения Лаленкова послужить. Жене, правда, надо справиться как следует с малым поворотом. Но все-таки скорости не столь высоки, чтобы испытывать какие-то невероятные перегрузки. Хорошо набегает на финиш Лаленкова и 40,65 секунды. Но посмотрите, всего 11 сотых выиграла Лаленкова у Натальи Ворониной. То есть круг ходом сделала она чуть даже скромнее, чем Наталья. Так что вполне возможно и Женя, которая тоже в этом сезоне очень хорошо проявила себя на полуторке и трех километрах, да и на пятикилометровой дистанции. Есть у нее достижения достойные. Ну что ж, чуть-чуть может быть поработает вот первый большой поворот, чтобы прямо в спину норвежки выкатиться. За этой спиной можно было здорово укрыться. Третья пара и третья участница от российской сборной, обладательница самого высокого достижения среди участниц российской сборной на этой дистанции 38,37 сотых. Личный рекорд Елизаветы Козелиной 38,65. В этом году в Коломне она бежала. Бежит с дебютанткой польской сборной Каролиной Гошечкой. Каролина выиграла для польской сборной вообще в истории польской конькобежного спорта. Она уже числится, потому что она выиграла первую в истории польской сборной медаль на юношеских олимпийских играх. В 2016 году в Лилихамере это получилось у польской спортсменки. Но вот среди взрослых это первый ее старт 40,99 в Томашове она бежала. И, конечно, Елизавета Козелина выиграет у нее очень и очень много. Это, в общем, будет вполне логично. Тем более, если вспомнить о том, что Каролина Гошечка совсем недавно в ноябре установила национальный польский рекорд в беге на 10 тысяч метров. Девушки, конечно, на официальных стартах 10 тысяч не бегают, но иногда вот такие показательные соревнования устраивают. Итак, Елизавета Козелина должна выиграть из 40 секунд 39,26 секунду и 4 десятых выиграла она у Лаленковой. Но это, в общем, абсолютно логично. Я говорил, что Елиза прежде всего специализируется на дистанциях 1000-1500 метров. И она 500-ку, конечно, имеет самый высокий потенциал. И я скажу, что у Елизаветы Козелиной лучший личный рекорд среди всех участниц нынешнего чемпионата многоборного. Поэтому вполне можно рассчитывать и на то, что этот результат останется лучшим вплоть до финиша. Саски Алусалу. Единственная в Эстонии, по сути, конькобежка. 45 национальных рекордов на ее счету на различных дистанциях. И Роксан Дюфтер. Роксан, в принципе, высоким личным рекордом. Обладает 39,27. В феврале 2017 года в Калгари она его установила. Но в этом сезоне на официальных стартах, даже на национальных, дистанцию 500 метров она ни разу не бегала. Как и Наталья Воронина. Алусалу в этом году 44,37 пробежала. Но, конечно, это серьезно воспринимать нельзя. Потенциал Саски гораздо выше. Ну и вот посмотрите, она даже выиграла стартовые метры у Роксан Дюфтер. Хотя разбег и у Алусалу, и у Дюфтер скромнее даже, чем у Лаленковой. Ну, в общем, разбег, конечно, у этих девушек вряд ли стоит воспринимать так серьезно. Это все-таки многоборцы, которые свои главные таланты будут проявлять на более длинных дистанциях. Ну, Дюфтер выигрывает. Но, тем не менее, с 41 не выбегает ни Дюфтер, ни Саски Алусалу. Ну, Рагна Виклунд, возвращаясь к приведенным забегам, стоит поздравить с личным рекордом 40,68 секунды у нее. Ну, еще раз повторимся, результат Вородины 40,76, очень неплохо. Мартина Сабликова, ну, если смотреть на историю чемпионатов Европы, то, начиная с 2010 года, чемпионат Европы выигрывали только два человека в классическом многоборе. Мартина Сабликова и Рейн Вюст. По очереди они так в пинг-понг играли. В 2009 году побеждала на этом чемпионате Клаудия Пикштайн. Но она в этот раз не приехала в Калальба. Поэтому вот в какой форме сейчас Мартина Сабликова? Последние два сезона, полтора сезона ее мучают травмы спины. И, судя по тем результатам, которые показывала Мартина в этом году, до конца эту травму залечить она не сумела. И что сказывается и на ее результатах, и на полторы, на три тысячи метров, и, естественно, скажется и на разбеге. Поэтому каких-то невероятных секунд от Мартины Сабликовой ждать не стоит. В паре с Мартиной Сабликовой бежит Карлайн Актеректы. Олимпийская чемпионка на дистанции три тысячи метров. Впервые Карлайн бежит многоборий. О ней мы еще, конечно, поговорим сегодня на дистанции три тысячи метров. Посмотрите, Карлайн очень много на стартовом отрезке выиграла у Сабликовой. Единственное, за счет малого поворота Сабликова может немножечко подобраться. Но старается, выкладывается. Посмотрите, как здорово пробегает, как технично пробегает Сабликова. Не зря она так напрягалась в малом повороте, так много проиграв на старте. Она практически вровень с Карлайн Актеректы финиширует. Но позади Натальи Ворониной, чуть-чуть проиграв. Конечно, это как раз и говорит о том, что Актеректы, Сабликова, Воронина будут вести борьбу за медали. У Сабликовой что-то не получилось. Она сетует на себя, но, видимо, все-таки Сабликова недовольна собой, прежде всего, стартовыми метрами. Потому что круг ходом она проехала очень здорово. Но наверстать все упущенное на разгоне она не сумела. Никола Сдрахалова, ну, пока сложно называть ее преемницей Мартины Сабликовой в чешской сборной. Скорее, это молодой второй номер. Ну и молодой второй номер голландской сборной. Но, тем не менее, уже обремененная регалиями призер чемпионатов мира, чемпионатов Европы. По крайней мере, вот когда Вюст и Сабликова спорят между собой за золото, Антуанет де Йонг регулярно собирает бронзовые медали чемпионата Европы в классическом многобурье. В этом сезоне Антуанет очень прибавила и на полуторки, и на трешки. Обновила свои личные рекорды. Да и на 500-метровой дистанции в октябре месяце в Инселе пробежало 39,12 секунды. Там же в Инселе Никола Сдрахалова, например, бежала 39,69. Конечно, и для Антуанет де Йонг многое может решиться вот здесь. На 500-ке вряд ли можно много выиграть в классическом многобурье, можно много проиграть. Поэтому вот это, наверное, решающий момент. Очень хорошо, очень технично проходит и в хорошей посадке для многоборца классического. Проходит финишный отрезок Антуанет де Йонг и обыгрывает на 0,07 секунды. И обыгрывает Елизавету Козелину. Вот это очень серьезная заявка на многобурье, на хорошую сумму. Потому что у Сабликовой выиграла чуть меньше двух секунд. Сейчас Антуанет де Йонг сможет на 5 километрах, благодаря этому запасу, проиграть Сабликовой в секунд 16-17. Это очень серьезно. Ну, если кто не знает, как считается сумма многоборья, секунды, показанные на 500-метровой дистанции, идут один в один в очке. А все остальные дистанции делятся, время твое делится на то число, которому кратна эта дистанция 500 метров. То есть на 5 километрах твое время делится на 10, на 3 километрах на 6, на полуторки на 3, соответственно. Ну и вот Ирейн Вюст и Франческо Лолабриджида. Франческу в этом сезоне тоже причисляют к одному из фаворитов этого чемпионата. Ну, прежде всего, потому что бежит дома. И главная надежда итальянцев на этом чемпионате. И прекрасно знает этот каток и сколько она тренировалась на нем. Ну, на нем и на катке в Базель-Гдепине два среднегорных катка итальянских открытых существуют. Ну и, конечно же, нельзя не учитывать то, что в этом сезоне очень здорово прибавила на полуторки, 3,5 километрах Франческо Лолабриджида. Да и спринтерские ее качества никуда не делись. Здесь вспомним о том, что на Кубках мира регулярно она стартовала в составе итальянской сборной в командном спринте, не только в командной гонке-преследовании. Ну и Ирейн Вюст, многократнейшая чемпионка Европы и один из фаворитов любого многоборного старта. Чемпионат мира, чемпионат Европы, неважно. Вюст приезжает бороться только за этим. Хотя в этом сезоне она главную свою цель обозначила возможный мировой рекорд на 3 километрах. И, конечно, планирует она отобраться. Ну, обязательно отберется на финал Кубка мира, который пройдет в Солт-Лэк-Сити в середине марта. Ну и посмотрите, Франческо как старается, как бежит. Благодаря поддержке родной публики и на финишную прямую она выходит впереди. Ирейн Вюст, ой, какой сбой! Тем не менее, хороший результат. 3-е и 4-е место показывают Лолабриджида и Ирейн Вюст. Тем не менее, Вюст проиграла Антуанет де Йонг полсекунды. То есть полторы секунды надо отыгрывать на полутора километрах. Или три секунды надо отыгрывать на трех километрах сегодня. Для того, чтобы опередить в сумме многоборья Антуанет де Йонг. Вот такая диспозиция. Ну, кстати, Антуанет де Йонг тоже с личным рекордом пробежала. Ну, Елизавета Козелина пока вторая. Может, ну, медали теперь на чемпионат Европы по многоборью не вручает. Но на цветочной церемонии поучаствовать. Определиться это после того, как две норвежки пробегут в последней паре. И Даньятун, и Софья Каролин Хоген. Вот Хоген как раз на ваших экранах 40-69 в этом сезоне. 40-35 личный рекорд. И Даньятун 40-14 в этом году в Хамморе бежала. 39-01 личный рекорд в марте 2015 года. Но в этом году Ида пока не блестящим образом выглядела на первых этапах Кубка мира. Впрочем, судя по тому, что вся сборная Норвегии не блистала, главная подготовка строится на вторую половину сезона. Даньятун стартовал по малой дорожке, конечно же, впереди. Хоген пытается тянуться за лидером своей сборной. И вот любопытно будет сравнить прежде всего результат Иды Даньятун с результатом Натальи Ворониной. Еще раз напомню, Наташа 40,76 пробежала. Но вот Ньотун ее опережает. Но тем не менее в десятке сильнейших Натальи Воронина. И, соответственно, будет за высокие места бороться девятой. В итоге получилась Наталья Воронина. А Софья Иданьятун на две десятых секунды опередила Евгению Лаленкову, сдвинув ее с шестой позиции на, соответственно, седьмую. Ну и Елизавета Козельна поучаствует у нас в цветочной церемонии благодаря второй позиции на 500-метровой дистанции. Ну, в принципе, Лиза бегала в этом году и 3 километра, ну и полтора километра. Поэтому, конечно же, будем ждать и надеяться, что она благодаря вот этому высокому результату на 500-метровке сможет отобраться и на решающую дистанцию 5 километров. Ну, три личных рекорда. Де Йонг, Лолабриджида и Рагней Викланд. Вот такая диспозиция у нас после женских забегов на дистанции 500 метров в классическом многоборье. Еще раз. Антуанет де Йонг, Елизавета Козелина, Франческо Лолабриджида. Тройка лучших. Лоленкова на седьмой позиции, Воронина девятая. И вполне, вполне с этих позиций можно подниматься выше. Ну что ж, и вот цветочная церемония у девушек после дистанции 500 метров. Такие призы любопытные подготовили организаторы этого чемпионата. Поздравили Франческо Лолабриджида, Елизавету Козелину поздравляют. Да, в те времена, когда не было чемпионата Европы на отдельных дистанциях, вручали медали. Но и, конечно же, здесь победу одерживает Антуанет де Йонг, делая очень весомую заявку на то, чтобы быть, ну, может быть, даже лучшей в классическом многоборье. Многое будет определяться сегодня на дистанции 3000 метров, но тем не менее. Итак, чемпионат Европы по классическому многоборью. Открытый каток в Калальбо, Южный Тироль. И только что девушки закончили дистанцию 500 метров в классическом многоборье. Мы ждем, когда на старт выйдут мужчины в спринтерском многоборье. Приятно, что чемпионат начался вот с успеха нашей девушки. Елизавета Козелина стала второй на дистанции 500 метров. Но в классическом многоборье все-таки 500 метровая дистанция не является определяющей. Она как бы задает тон, она может тебя сподвигнуть на многие свершения в дальнейшем по ходу этого чемпионата. Но тем не менее, говорить о том, что вот те, кто сейчас в призах на 500 метровой дистанции, будут в призах и в классическом многоборье, это, наверное, делать не стоит. А вот что касается спринта, то здесь все проще. Сегодня и завтра мужчины побегут дистанцию 500 и 1000 метров. Вы видели стартовый протокол, три россиянина в нем. Виктор Лобос, Артем Кузнецов и Алексей Есин. Но главный состав нашей сборной, главные наши спринтеры, кулижников, мурашов и муштаков, сейчас тренируются в Коломне. Под руководством Дмитрия Дорофеева готовятся к чемпионату мира. На отдельных дистанциях, которые пройдет в начале февраля в Инселе. Ну и решили не рисковать, потому что есть у ребят небольшие микротравмы. Стартовать на открытом льду это всегда лотерея. Поэтому вот сюда, на этот чемпионат отправили, пусть не обижаются на меня сейчас, Лобос, Кузнецов и Есин второй состав. Но тем не менее, в общем, поболеем, поболеем за наших ребят. Ну а пока Корнелиус Керстен, единственный в Британии, конькобежец, регулярно объявляющий краудфандинговые компании на то, чтобы собрать денег для участия в том или ином соревновании. Вот второй, третий сезон он через Кубки мира все-таки отбирается на многоборные состязания. Но пока максимум его достижения это 20-е место на чемпионате мира в Чанчуне в прошлом году. Ну и вместе с ним Самули Самалайнин. Конечно, молодой финн вряд ли способен славу прежних финских спринтеров поддержать. Ну, даже 36 ребята не разменяли. Рекорд катка здесь из 35 секунд держится с 2004 года. Джереми Уозерспун его установил 34,89. Посмотрим, может быть, кто-то сегодня и попробует за него замахнуться. Все-таки высота 1200 метров должна способствовать показанию высоких результатов. Вторая пара, в ней стартует Мартин Лив. Личный рекорд его увидите на экране. 35,6 секунды. И Виктор Лобос, можно сказать, что дебютант российской сборной. В этом сезоне впервые в группе сильнейших в Кубке мира. Бежал он, ну, прежде всего, дистанцию 1000 метров. Больше он любит. Ну, вот буквально перед самым Новым годом в Коломне обновил свой личный рекорд на 500-метровой дистанции. 35,5 пробежал до этого еле-еле из 35 выбегал. Тоже прогрессирует Виктор Лобос молодой спортсмен. Ну, скоро ему в феврале исполнится 24 года. И для него это вот первый такой крупный многоборный старт. Посмотрим, как он себя проявит. Это, в общем, прекрасная возможность заявить о себе. Ну, разгоняются вровень Мартин Лив и Виктор Лобос. Конечно, сейчас на переходной прямой должен хорошо Лобос поработать в спину, потянуться за своим соперником. И, конечно же, переиграть Мартина Лива. Ну, эстонец, хоть и является 36-кратным рекордсменом своей страны. Явно не соперник, но немножечко дерганно, немножечко рвано добегает эту дистанцию Виктор Лобос. 36,21 секунды. Ну, на самом деле, не так уж и далеко до его личного рекорда предыдущего. Он ведь 35,5 пробежал. Коломния до этого личный рекорд его был 35,96 секунды. Ну, главное, конечно, как справится Виктор с дистанцией 1000 метров. Она будет сегодня в заключении дня в прямом эфире на Нали Матч Арена. И на сайте Спортбокс вы сможете это все увидеть. Ну, а пока Хенрик Фагерли, Рюкки и Джоэль Дюфтер выходят на старт. Почти ровесники 96-го года рождения Рюкки. 95-го Джоэль Дюфтер. Ну, те, кто видел с самого начала нашу трансляцию на канале Матч Арена. Бежала в классическом многоборье сестра Джоэля, Роксан Дюфтер. Но и Роксан не снискала высоких лавров. Но и Джоэль Дюфтер, в общем, тоже вряд ли претендует на многое. Рюкки из конькобежной семьи. Старший брат его тоже бегал за норвежскую сборную. Но пока и Рюкки лишь изредка на крытых катках выбегает из 35 секунд. В этом сезоне даже у него никогда это не получалось. 35 и 23 его лучшие достижения в этом сезоне. Ну и любопытно будет сравнить с результатом Виктора Лобоса. Обыгрывает, обыгрывает. И значительно Виктора. 35 и 36 сотых секунды. Хенрик Фагер, Лерюкки. Но норвежцы, конечно же, главные свои надежды связывают с олимпийским чемпионом на 500 метров. Ховардом Холгургендом Лоренсом, который побежит в последней паре. И который уже был призером чемпионата Европы спринтерском многоборье. Чемпионат Европы в спринтерском многоборье на самом деле лишь очень короткую историю. Имеет всего лишь второй в истории подобный старт. Первый был проведен два года назад. И тогда призерами стали Кайфер Байкил Найс и немец Ника Илья. Два голландца и немец. Артем Кузнецов. Очень высокий личный рекорд. 34,35 секунды. Но в этом сезоне лишь раз Артема мы видели в группе сильнейших на 500 метровой дистанции на этапах Кубка мира. И пока опытнейшему спортсмену, который имеет участие еще и в Сочинской Олимпиаде, не хватает явно стабильности. Ну а вместе с ним Петр Михальский. Примерно одного уровня результаты показывали в этом сезоне спортсмены. Ну и разгон. Первый раз 9,84 секунды. Лучший разгон дня. Артем выигрывал этап Кубка мира. Один в своей карьере на 500 метровой дистанции. Всего же в общей сложности 8 раз он участвовал в церемонии награждения на этапах Кубка мира. Но это было все достаточно давно. Не слишком удачно прошел он малый поворот. Немножечко потерял скорость и борется на прямой. И все-таки две сотые выигрывает у Петра Михальского. Но четверть секунды проигрывает норвежцу Хенрику Фагерли Рюке. Артем Кузнецов. 35,62. Ну на открытом льду. Конечно, вроде бы и неплохой результат. Но я думаю, что все-таки и сам Артем понимает. Даже сегодня он мог бежать чуть-чуть быстрее. Чуть четче отработай малый поворот. И больше сохрани скорости на финишную прямую. Я думаю, что 9,5 вполне... Вернее, 35,5 вполне мог Артем разменять. Мирко Джакомо Ненци. Один из лидеров итальянской сборной прежние годы. Но в этом сезоне он, правда, Давиде Боссе проиграл на национальном чемпионате. И дебютант немецкой сборной Хенрик Домбек. В этом сезоне мы его не видели на этапах Кубка мира в личных дисциплинах. Он стартовал на немецкой сборной в командном спринте. Но, правда, тоже не слишком удачно. Ну и Алексей Есин, вон там на разминочной дорожке, тоже готовится к своему старту в следующей паре. Домбек 35,58 в этом сезоне обновил в Херенвейне свой личный рекорд, стартуя в группе B. Мирко Джакомо Ненци 35,43 в Инцеле бежал в начале сезона. Ну а в Калгари в 2017 году бегал 34,75. Конечно, его результат гораздо выше и гораздо больше шансов у него на высокий результат сейчас. Может быть, даже на то, чтобы попытаться превзойти Хенрика Фагерли Рюбке. Тем более, что по большой дорожке выходит он на финишную прямую. Но зато завтра придется бежать из малого поворота. Нет, очень скромные результаты и у итальянца. 36,45 в отличие от Франчески Лоло Бориджиды, которая в классическом многоборье сумела на 500 метровке стать бронзовым призером. Мирко Джакомо Ненци высокого результата не показал. И, в общем, конечно же, с результатом таким скромным вряд ли он сможет на высокие позиции рассчитывать 36,45. Алексей Есин очень болею, очень переживаю я за этого конькобежца. Долгие годы он был одним из лидеров нашей спринтерской сборной. Ну и вот в этом сезоне, может быть, это связано и с пополнением в семействе, может быть, с небольшими травмами. Все-таки уже опытный спортсмен, совсем недавно, 32 года, исполнилось Алексею. В общем, непросто сохранять ему форму. 35,26 в этом году в Коломне. В декабре 2017 года в Солт-Лейке 34,52 он бегал. Ну, главное, конечно, у Алексея тысяча метров. Его напарник по забегу, один из молодых талантов белорусской сборной, Игнат Головацюк, который в этом году, да и в прошлом, уже закрепился на регулярной основе в группе сильнейших и 500-метровой дистанции, и на 1000 в Кубках мира. Ну и вот интересная борьба. Вроде бы кажется, что Леша много выигрывает у Игната. Но многое зависит от того, как Игнат пройдет. Малый поворот нет. Вытащил его очень далеко на финишную прямую. Но может быть, Леша, и обыгрывая Игната, хороший результат покажет. 46,15. 46,15. Чуть-чуть обыгрывает Виктора Лобоса. Алексей Есин проигрывает Артему Кузнецову. Ну, что ж, скромный, скромный результат, скажем так, у Алексея. Сейчас пока пятый, но еще 8 спортсменов выйдут на старт. Впрочем, можно немножечко подправить будет дела за счет 1000 метров. Артур Нагальна на ваших экранах. 28-летний лидер польской сборной. Ну, и Кай Фербай. Единственный пока в истории чемпион Европы в спринтерском многоборье. Голландцы все дружно. И Фербай, и Килд Найс, и их тренер Герард Ван Велде посетовали на отсутствие лучших российских спринтеров. В общем, хочется им, конечно, тоже быть в конкуренции. Но правильное или неправильное решение приняли наши спринтеры, не приехав на чемпионат Европы. Мы поймем в феврале, когда пройдет чемпионат мира. И за золото чемпионата мира будем готовы простить все. Нагаль как здорово разгоняется. Лучший разгон дня. У него 9.81. Ну и Кай Фербай недалеко отстал. Кай Фербай, который и в пятисотку может неплохо пробежать, но и на тысячи метров обладает одним из лучших результатов. В общем, Кай Фербай человек, который стабильно бежит и пятьсот, и тысячу, и как раз за счет ровного пробегания всех четырех дистанций может бороться за победу. И 35.23 на 13 сотых секунды Кай Фербай опережает Хенрика Фагерле-Рюке, выходя в лидеры промежуточного протокола. Но поучаствует ли он в церемонии награждения, в цветочной церемонии, вот это мы все увидим. Лед уже изрядно разбит, потому что не было заливки льда между забегами девушек на 500 метров и забегами у мужчин. Ну и поэтому, в общем, непростая задача, особенно удержать себя в малом повороте на высокой скорости, на выходе на финишную прямую. Посмотрим, как это получится у Ховарда Холмфюрда Лоренсена. Норвежец стартует по внешней дорожке. Вот сейчас он на ваших экранах чемпион олимпийских игр на этой дистанции, победитель Кубка мира прошлого года на 500 метровке. И в прежние годы казалось, что норвежцу прежде всего тысяча лучше удается, но он очень здорово под руководством Джереми Уозерспуна, рекордсмена катка, знаменитого канадского спринтера прибавил в последние годы. Но вот именно на 500 метровой дистанции свидетельствует, чему олимпийская победа. И он, конечно же, один из претендентов. У Лоренсена не сложился двухлетней давности чемпионат Европы, но в то же время он призер чемпионата мира в спринтерском многоборье. Поэтому, конечно же, недооценивать такого спортсмена невозможно. И он, наверное, один из немногих, кто сможет составить конкуренцию голландцам. Он чисто прошел малый поворот, несмотря на свои габариты, но цена этого аккуратного и чистого прохождения, достаточно невысокая скорость на финише, 35,58 секунды. Пока лишь третий результат у норвежца. Но, впрочем, мы видим, что и молодой Бьерн Магнусен тоже, в общем, разводит руки. Ну, как молодой? Они, в общем, с Лоренсеном ровесники. Оба 98-го года рождения. Нет, Лоренсен чуть-чуть постарше. Поднимает руку благодаря зрителю и Лоренсен, но результатом он явно недоволен. Келд Найс, ну, человек, которого, наверное, все видят предстоящим чемпионом Европы, но многое для него должно решиться именно сейчас. Не проиграть много Каю Фербая на 500-метровке. Вот так вот формулировать надо задачу для Келда, потому что он обладатель, если мне память не изменяет, второго результата в истории конькобежного спорта на дистанции 1000 метров. И, в общем, регулярно обыгрывал даже Павла Кулижникова на 1000 метров. Ну, не регулярно, иногда, но, тем не менее, обыгрывал на этапах Кубка мира. Стартер Стефан Херман из Германии на ваших экранах. Соперник Келда Найса по забегу итальянец Дэвид Босса. Дэвид в триумфальном стиле провел чемпионат национальный. Давненько не было от него таких результатов. Но вот посмотрите. Фальстарт дают Келду Найсу. Так хотелось ему побыстрее уйти на дистанцию, что немножко, может быть, дрогнул или раньше времени сорвался вперед. И это значит, что ему чуть дольше придется засидеться на старте. И чуть хуже будет его результат на финише. Да, может быть, речь о сотых. Но в спринтерском многоборе порой решают даже тысячные доли секунды. Могут решить многое. И не зря в этом сезоне уже все результаты, особенно для спринтерского многоборья, фиксируются вплоть до тысячных долей секунды. Но на этапах Кубка мира мы регулярно видим, что уже сотых не хватает для точного распределения всех стартующих по местам. Так, давайте посмотрим внимательно за стартом Келду Найса. Да, на этот раз он сидел до последнего. И сколько потерял на этом. Ну, нельзя сказать, что прямо уже засиделся. В принципе, хорошо поймал выстрел стартового пистолета. И для Келду Найса 9.89 очень солидный, очень хороший разбег. Да, Дэвид Босс вроде бы 9.81, но 9.89 практически с Каем Фербайем в одно время разогнался Келд Найс. И что будет на финише? Хороший соперник по забегу. Дает возможность ощущать вот эту борьбу до конца. Келд Найс четверть секунды Каю Фербайю проиграл. Значит, полсекунды надо отыгрывать будет сегодня на дистанции 1000 метров. Не очень доволен Келд, но вполне себе эта задача ему по плечу. Другое дело, что он переживает, что может быть не показал хорошего результата, финишируя из большого поворота, потому что завтра придется финишировать из малого на дистанции 500 метровой. И это будет более серьезный вызов для Келд Найса. Ну, что ж, пока Кайфер Бай, Хедрик Фагер, Лерюки, Келд Найс. Вот так выглядит тройка лучших результатов. Ну и последняя пара. Томас Кролл, еще один представитель голландской сборной. Ну, Томас Кролл недавно вот на национальном отборе в Херенвине обновил свой личный рекорд на 500 метровой дистанции. Но из 35 секунд никогда в карьере не выбегал. Но зато выигрывал медали, в том числе и золотую, на этапе Кубка мира. На 1000, да неплохо и на полуторке смотрится. Ну и Ника Илья, бронзовый призер прошлого чемпионата в спринтерском многоборе. В этом году один из самых опытных спортсменов ныне в спринтерской стае, скажем так, Ника Илья. Среди действующих спортсменов у него больше всего стартов на этапах Кубка мира. И, конечно, в этом сезоне ему чуть сложнее будет повторить, побороться за повторение своего результата 2017 года, когда он стал бронзовым призером. Но то, что обыгрывает Томаса Кролла в этом нет ничего удивительного. Хотя, посмотрите, как все близко. Но много, много проиграли, даже в десятку сильнейших не попали ни Ника Илья, ни Томаса Кролл. Кролл в Фербайрюке Келдная стройка лучших. И Кузнецов лучший из россиян, он шестой. Ну а если смотреть на результаты, другие результаты российских спортсменов, Алексей Есин 13-й и Виктор Лобос 14-й, для них, конечно же, тысяча метров станет определяющей. И показать хороший результат, если они смогут на этой дистанции, то тогда еще будут шансы бороться за дюжину, за десятку сильнейших. И это, наверное, будет определяющим моментом. Вот, посмотрите, Кайфер Бай. Не часто ему удается, кстати, выиграть даже в спринтерском многоборе. Ну вот, скажем, когда он стал два года назад чемпионом Европы, он в первый день был четвертым на пятисотке. Потом два серебра на тысячи в первый день и на пятисотке во второй день. И бронза на тысячи. Вот так сложилась его лучшая сумма. Ну и, безусловно, и сюрприз. Второе место молодого норвежца Хенрика Фагерли Рюке. Правда, Рюке не здорово выглядит на тысячи метров. Посмотрим, может быть, добавил везде. Ну и, наверное, обидно белорусам Геннаду Головацук. Лишь 17-й результат показал, наверное, и Игнат мог рассчитывать явно на большее. Ну что ж, в Калальбо первая пауза, первая заливка льда перед забегами девушек на 3000 метров. Сделаем паузу и мы. Мы снова в итальянских горах. Тироль, замечательное место, прекрасная погода, тепло. 6-7 градусов тепла, минус 7 температура льда. Вот посмотрите, замечательные итальянские клоуны здесь. Ну и у нас продолжается чемпионат Европы. Если зрители могут еще себе позволить посмеяться, то спортсменам-то, у спортсменов все серьезно. Две норвежки стартуют в первой паре на дистанции 3000 метров. И можно сказать, что вот с этой минуты на чемпионате начинается арифметика. Будем считать суммы, ну, может быть, сегодня не так активно. Сегодня чуть проще это будет делать. Ну, что касается Рагна Викланд, для нее это дебютный чемпионат. Она только вообще в этом году появилась в составе норвежской сборной на взрослых соревнованиях. Недавняя юниорка, да еще по возрасту-то могла бы даже на юниорских, даже не то чтобы на его сеньорских этапах Кубка мира стартовать. Но, тем не менее, очень серьезный прогресс у нее. Обновила в этом году личный рекорд. 4.07.31 вполне себе достойный результат. Если учесть, то, например, лучший результат сезона всего на 8 секунд лучше. У Антенны Де Йонг 3.59.41. Что касается Софи Королихоген, как-то, ну, она была за Айден Йоттум где-то вторым номером. Но явно сейчас пропускает вперед Рагна Викланд. В том числе с точки зрения и личных рекордов и достижений в этом сезоне. И Викланд, в общем, оправдывает те авансы, которые ей выдали, а не случайно ее включили в состав норвежской сборной. Очень прогрессирующая девушка. И с первых метров дистанции начинает она уходить вперед. Ну, еще раз повторюсь, здесь надо будет вот тот результат, который покажут девушки, в секундах разделить на 6. И тогда мы получим ту цифру, то число, которое пойдет в зачет суммы многоборья. Ну, и, соответственно, будет складываться с результатами на 500-метровой дистанции. На 500-метровке Викланд, как мы уже говорили, обновила личный рекорд 40,687 секунды. Поэтому, конечно, она может рассчитывать, вполне может рассчитывать на высокие результаты. Софья Королейхоген была достаточно скромна. 41,418 тысячных секунды. Ну, так Викланд достаточно бодро начала. И уже на отметке 1400 метров, то есть на середине дистанции, вы видите, выигрывает уже 2,5 секунды у своей подруги по команде. И круги делает быстро. Хотя, в общем, от круга к кругу мы видим небольшое падение скорости. Ну, норвежцы, конечно, имеют большие традиции в конькобежном спорте. Но прежде всего в мужском конькобежном спорте. А вот у девушек, я сейчас смотрю на список брюзеров, но чемпионами норвежки не были никогда победителями чемпионатов Европы. Да и ни одной медали у них в карьере, в истории чемпионатов Европы многоборных у девушек норвежских не было. Ну, что ж, может быть, когда-нибудь, может, пусть не в этом году, но со временем, Рагне Викланд как раз эту ситуацию немножечко изменит. Два круга до финиша, но продолжает падать скорость Рагне Викланд. Но не сказать, что это такое категоричное падение по несколько десяток секунды. Она теряет на каждом круге, но нет какого-то такого провала, после которого, в общем, уже ясно, что спортсмен хороший результат не покажет. Пока движется к финишу, скажу о рекорде катка. Он достаточно высок, 4.03.52. На чемпионате Европы в январе 2007 года установила его Мартина Сабликова. Ну, вряд ли Рагне Викланд способна превзойти этот результат. Я думаю, что даже 4.15 ей сложно будет разменять здесь. Здесь, ну, посмотрим, ну, по крайней мере, по сравнению с подругой по команде, она очень уверенно проводит этот забег. Да, мощная, массивная такая спортсменка. Ну, у норвежцев, у ребят есть такие, как Сверелунде Педерсон. А вот, да, да, 4.20 даже не разменяла, едва не упала на финишер Рагне Викланд. Ну, возьмем этот результат за ориентир. Сразу посчитали нам суммы 84. Ну, вот посмотрите, два с лишним балла выигрывает по сумме многоборья Викланд у своей подруги по команде. Это как раз сложилось и из того, что она выиграла сейчас, и из того, что она выиграла на 500-метровой дистанции. Жеребьевка проходит, конечно, с учетом результатов, которые имеют спортсмены. И, конечно, сильнейшие на этой дистанции побегут ближе уже к концу, в последних парах. Ну, а пока Мишель Урик, которую мы только в прошлом году увидели. Ну, вот, посмотрите, Николю Здрахалову пришлось оказывать перед стартом своей станции еще кому-то помощь. Потому что кто-то, видимо, из спортсменов или тренеров, или, может быть, журналистов уронил просто на лед. Что-то из личного. И попросил Николу Здрахалову это подобрать, ну, чтобы ей само это не мешало. Личный рекорд у Здрахаловой прилично лучше на 4,5 секунды, нежели у Мишель Урик. 4,03,87 против 4,08,27. В этом сезоне Здрахалова уже бегала в Инцеле 4,11,75. На предсезонной подготовке Урик там же была 4,15,25. То есть, в общем, ну, те же около 4 секунд. В общем, наверное, это и есть разница в уровне спортсменок. На дистанции 500 метров Здрахалова была 5,040,045. Секунды Урик была 14,41 и 4,33. Ну, конечно, то, что вот такие спортсменки бегут за сборную Германии на таком уровне, и всего две спортсменки из Германии, Урик и Дюстер, это еще раз подчеркивает то, как слабо сейчас выглядит немецкий конькобежный спорт. Можно заглядывать в историю и смотреть за долгой гегемонией немецких. Ну, прежде всего, спортсменок Германской Демократической Республики. Первой немкой, которая выиграла чемпионат Европы, стала Андреа Шоуна. Это было еще в 1983 году. Но затем можно много других великих имен перечислять. И Гэби Шоубурн, и Андреа Эрик. Ну, и, конечно же, Гунду Клеман, ставшую потом Гундой Ниман. И Клаудио Пихштайн, и Анни Фризингер. Ну, вот в 2009 году, 10 лет назад, Клаудио Пихштайн, последний из немок, кто выиграл чемпионат Европы в классическом многоборье. Ну, а что касается чешек, ну, у чешской сборной есть Мартина Сабликова, которая, я думаю, что будет продолжать и в этом году бороться. Пятикратная чемпионка Европы. Драхаловой, в общем, остается только учиться. Драхалова очень хорошо отработала на первом круге, поймав спину Мишель Юрик. И всю переходную прямую за этой спиной она просидела, и потихонечку после этого начала уходить вперед. Ну, в общем, что вполне логично. Ну, сегодня еще, конечно, везет конькобежцам с погодой, потому что практически, ну, если есть ветер, то очень небольшой. И, по-моему, так вот, если брать прямые, то боковой немножко ветер. Очень часто здесь бывает такая роза ветров, что только переходную прямую, вот эту вот, которую сейчас преодолевает Мишель Юрик, пробегаешь ветер в спину, а вот и поворот, и оба поворота, и прямую старт-финиш, ветер получается встречный. И это очень непросто, и физически прежде всего. Но то, что сегодня нет такого сильного ветра, это, конечно, облегчает жизнь спортсмену. Да, пока и Сдрахалова, и Мишель Юрик проигрывают графику бега Рагны Виклун, и вполне возможно, что будут проигрывать ей и по сумме. Ну, потому что у Сдрахалова и Свиклун были примерно близкие результаты на 500-метровке. Ну, и, в общем-то, это говорит о том, что и в Многобурье вряд ли Сдрахалова может так серьезно побороться за высокие места. Ну, про Урик, наверное, мы и не мечтали. Ох, как замедлилось сейчас Сдрахалова в повороте. Такое ощущение было, что не бежит, а просто катается. Прямо так еле-еле работало, плохо отработало малый поворот. Ну, сейчас посмотрим на очередное время круга. Какое покажет... Николас Драхалова на круге. 36,2. Да, до этого были по 35 с копеечкой. То есть, где-то почти секунду на круге проиграла сейчас самой себе предыдущему кругу Николас Драхалова. Ну, а Мишель Урик... Ну, 1200 метров, высота. Это, в общем, такой неприятный момент. И здесь, если не очень хорошо готов спортсмен, особенно на длинных дистанциях, это очень может сказаться на результатах. Может как раз очень резко упасть темп бега. Вот это вот как раз и происходит сейчас с участницами этого забега. И это говорит еще раз о том, что какой молодец Рагнэ Викланд. Да, почти 37 секунд заканчивает круг у Николас Драхалова. И Мишель Урик и вовсе по 38. Ну, и вторая, четвертая позиция, соответственно, у Николас Драхалова и Урик. В сумме... На старт третья пара. Выходит и Данья Атун, и Саски Алусалу. Ну, вроде бы на 3000 метров, конечно же, не соперницы эти девушки. Хотя у Алусалу, в общем, достаточно приличный личный рекорд. 4.07.54, он же национальный рекорд Эстонии. Ну, в этом сезоне 4.08. Ну, и сразу вы видите, титром показывают время. Там 4.12 надо пробежать Саски Алусалу для того, чтобы опередить в сумме многоборья Рагнэ Викланд. Ну, вряд ли, конечно, это возможно. Не заметил я, что там посчитали для... Ида Ньютон... Ида не очень здорово для себя, честно скажу, проиграла. Пробежала 500 метров, 40.460 тысячных. Ну, да, она обыграла на 20... На 227 тысячных обыграла Рагнэ Викланд. Ну, значит, секунду с небольшим может ей, по идее, даже проиграть. То есть, Ида Ньютон, чтобы опередить подругу по команде в сумме многоборья, достаточно бежать будет 4.21.5, примерно так. Ну, Саски Алусалу и вот Мартин Лив, несмотря на то, что, по сути, вот эти два конькобежца из Эстонии достаточно высокого уровня, которые на международных стартах регулярно появляются, ну, тем не менее, в общем, находят возможности для подготовки. Да, в Эстонии, в общем, есть определенная сложность и с соперниками, и с катками. Но в Финляндии, в Голландии много тренируются эстонские спортсмены. Ну, сюда тоже приезжают, в Ковальба. В общем, давно уже конькобежный спорт стал таким международным, и когда один-два представителя от страны, ну, вот в женском спринте, например, даже Ванесса Херцег, австрийская спортсменка, вполне себе они, в общем, неплохо себя чувствуют и находят возможности для подготовки. Много достаточно коммерческих команд, хотя, в общем, они порой испытывают определенные проблемы со спонсорской поддержкой, но, тем не менее. Отметим, отметим, как здорово, пока Саски Алусалу держатся, ну, по сути, наравне с Иденьотун. И пока обе достаточно солидное преимущество зарабатывает относительно графика бега Рагнэ Викланд. Но, если не смотреть на результат Рагнэ Викланд и посмотреть на вот это вот соперничество Алусалу и Иденьотун, можно было бы удивиться. Но, с другой стороны, я говорю еще раз, Иденьотун в этом сезоне, ну, не так уж и блещет. Хотя, если сравнивать личные лучшие достижения в этом сезоне, все равно почти две с половиной секунды преимущества у нее там-то есть. Но, тем не менее, вот такой серьезный отрыв от Истонки сделать она пока не может. Явно не лучший это сезон в карьере норвежской спортсменки. Ну, и молодец Саске Алусалу, что не застушевалась и так навязала борьбу спокойно, в общем. И даже вот сейчас ощущение, да, может быть, чуть помощнее отталкивания Саске Алусалу, но вот по темпу, по движениям даже есть ощущение, что Истонка немножко полегче себя чувствует. Но лишнее тому свидетельство и результат, показанный на последнем круге. На этот раз, если до этого несколько кругов шли абсолютно вровень, то сейчас Саске даже сумела на три десятых пробежать круг быстрее, нежели норвежка. И снова они где-то вровень за круг до финиша. И посмотрим, ну, не должны они относительно... Нет, относительно Рагнадо Миклун Тоби теряют скорость. И всего секунду, секунду с небольшим осталось преимущество. Нет, он решила все-таки, что, ну, не гоже Истонке проигрывать. И все-таки сумела чуть лучше справиться с предыдущим кругом. Ну, Истонка все-таки, ну, немножечко переоценила, возможно, свои возможности. Но, тем не менее, все равно бежит где-то на результат Саске Алусалу на 4.20. Для нее на открытом льду это будет очень достойно. Ну, а Идониад, он из 4.20 выбегает. Правда, всего лишь 84 сотые, выигрывая в своей подруге по команде. 83,708 тысячных. Ее сумма... Ну, а то, что Алусалу сумела опередить Драхалову, Фоги, Нурик, для нее, в общем, это солидно. Это очень солидно. И, в общем, при том, что 16 всего лишь человек заявилось на этот чемпионат, вполне может даже к десятке сильнейших подобраться Саске Алусалу. В третьей паре пробежали Идониаду, Саске Алусалу. Ну, а в четвертой паре выходит на лед Елизавета Козелина. Стала она лучшей среди наших девушек на 500-метровой дистанции. Второй среди всех, кто стартовал. Ну, конечно, Козелиной не стоит ориентироваться на Каролину Гошечку. Я уже говорил несколько слов об этой молодой польской спортсменке. Она призер юниорских чемпионатов мира. Но если по юниорам бегала практически все дистанции, то сейчас, мне кажется, явно делает упор на специализацию именно на длинных дистанциях. Сейчас хорошо поймала спину, но не стала сидеть. Сутки повыше скорость Козелиной. Да, вот в конце переходной прямой даже опережает она польскую спортсменку. И уходит в отрыв. Но Елизавета в этом сезоне 4.10.18 бегала в Херенвейне. 4.05.20 ее личный рекорд. Что касается польской спортсменки, ну, так, чтобы вы понимали ее уровень, 4.19.27 личный рекорд. 4.20.35 в Инселе в этом сезоне. Так что на высокий результат вряд ли она может здесь рассчитывать. Ну, и, наверное, какое-то дебютное волнение тоже сказывается. Плохо то, что Лизе не достался хорошей сопернике, с которым бы она могла бы бороться. Ну, вот как в предыдущей паре Саске Алусалу боролась с Иденьотун. Вот такого уровня, высокого уровня спортсмен был бы. Достаточно скромно начинает Елизавета. Но оно и понятно. Особенно, если вспоминать, как в предыдущих парах на последних кругах девушки явно мучились. Но вот это начало, такое скромное и сейчас сброшенная скорость на круге, немножко помешали Лизе, потому что возникла... Она, по идее, имела перевес. И польскую спортсменку сейчас могут и дисквалифицировать за то, что она не пропустила Лизу Козелину на переходной прямой. Но и сама Лиза, мне кажется, немножечко потеряла в скорости в этом эпизоде. Поэтому, может быть, и надо было немножечко посильнее, там, пару-тройку буквально шагов отработать поворот, чтобы спокойно уйти вперед раньше. Все-таки с такого уровня спортсменкой не должна Лиза Козелина испытывать какую-то проблему. В забеге пока Лиза явно перестраховывается, явно поджимается и в 35. Но, с другой стороны, если она вот из этих 35 секунд добежит до конца, то большая часть из этого отставания в 6 секунд относительно графика Иден-Йотун, она отыграет. Она сможет отыграть. Ну, правда, не так много остается до финиша. Пока, в общем, нельзя сказать, что... Да нет, в общем, нормальный такой ритм сохраняет. Может быть, нет мощного отталкивания. И поэтому, так, достаточно частыми шагами Лиза бежит. Но Лиза еще не очень невысокая спортсменка, не обладающая большой мышечной массой. Поэтому сложно было бы предполагать, что даже и на длинных дистанциях она бежала бы за счет долгих выкатов, за счет мощных отталкиваний. Ну, Лиза талантливейшая спортсменка, призер уже чемпионатов мира в командной гонке-преследовании. И нельзя не отдать должное ее родителям, которые как раз много работали в юниорском возрасте над ее подготовкой. Младший брат, ну, вернее, не младший брат, а не близнецы Михаил Козелин. Сейчас тоже пробивается в основной состав сборной. Надеюсь, и ему удастся это сделать. Но Лиза пока вот удерживала этот темп из 35 секунд. И предыдущий круг 34,7 был. И, в общем, достаточно бодро прибегает на финиш. Елизавета, может быть, даже сумеет что-нибудь в районе 34 секунд показать. Но из 4,20 не выбежала. Да, 34,67. Четвертое время. Но, тем не менее, сумма многоборья 83,123 секунды лучше, чем, соответственно, у Единиот, у Елизаветы Козелиной. Ну, а Каролина 4,31. Ну, в общем, вполне себе логично. Тоже относительно ее личных рекордов. Ну, и еще раз у нас есть возможность. Я думаю, что вот если бы еще не та переходная прямая, на которой были, скажем так, пересечения интересов у Елизаветы Козелиной, наверное, могла бы чуть-чуть еще побыстрее, полсекунды и секунду сбросить. Да, и сейчас снова будет небольшой перерыв для подготовки льда. Поэтому на какое-то время приятно будем наблюдать Елизавету Козелину во главе протокола. Ну, это результаты на дистанции 3000 метров. Вполне могла где-нибудь вот в одно время с Саския-Лусалу пробежать Елизавета Козелина. Это было бы вполне логично. Ну, и классификация. То есть не ниже девятого места будет после 3000 метров Елизавета Козелина. А завтра за счет полуторки вполне может порваться еще выше и отобраться на 5 километров. Это было бы здорово. Это главная задача для Лизы на этом чемпионате. Ну, а мы передохнем давайте еще немножечко в ожидании группы сильнейших на дистанции 3000 метров у девушек. Итак, была такая песня в советские времена. Бывали мы в Италии, где небо голубое. Вот сейчас действительно абсолютно голубое чистое небо в Италии над стадионом Калальба. Это север Италии, Тироль и южный Тироль. И мы видим состязание конькобежцев на дистанции 3000 метров в классическом многоборе. Спорят девушки. Ну, и пока лучшая сумма у Елизаветы Козелиной. Ну, правда, достаточно скромная, но тем не менее. И посмотрим, что смогут показать в следующих парах. Конечно, очень важно нам будет оценить результат Натальи Ворониной, лидера нашей сборной, которая побежит как раз в первой после заливки паре. Вот Наташа выходит на старт. Так немножечко ежится, но сейчас на самом деле достаточно тепло. Может быть, ветерок подул неприятный. Поэтому вот так, Наталья. Ну, 4.14 надо бежать, чтобы стать лидером. Франческе Лалабрижиде 4.21 достаточно пробежать. Ну, сложно будет Наташе сейчас опередить Франческу после этой дистанции, потому что Франческа в этом сезоне очень здорово прибавила на дистанции 3000 метров. И в призы на длинных дистанциях, на этапах Кубка Мира личных попадает. Но Франческа, скажем так, на этот сезон и вообще на этот олимпийский цикл сделала перезагрузку. Она очень рассчитывала на медаль на олимпийских играх, может быть, даже золотую в Мастарте. Недаром она двукратная обладательница Кубка Мира в Мастарте, обладательница большого количества медалей. Но она пришла в конькобежный спорт из роликов и потом уже переключилась на марафоны. А потом из конькобежных марафонов пришла на короткую, на классические дистанции. И, конечно, очень была расстроена, что не удалось в Пьенчхане добыть медаль. Франческой даже довелось мечтать, что подумывала о завершении своей спортивной карьеры. Ну, по крайней мере, вот в обычных коньках. Но все-таки решила воспринять это как новый вызов и вот пошла в атаку. И в этом сезоне переписала много своих личных рекордов, в том числе на трех километрах пока не удалось. 4.02.75 с декабря 2017 года из Калгарии ее рекорд личный удержался. Но 4.03.72 она бежала в Херенвейне. То есть всего лишь на секунду хуже своего личного рекорда. Что касается Наташи, 4.01.42 в этом сезоне в Херенвейне в ее активе и 4.57.70. Начало было достаточно скромным у Наташи. Но вот сейчас мы видим, что Воронина точнее выбрала для себя график. Там по 32 с небольшим. Лола Бриджидо первый круг сделала из 32.31.4, если я правильно заметил. А сейчас уже 33. Ну и на переходной прямой хорошо бы сейчас не дать убежать сопернице. Но вот в такой пинг-понг играет Лола Бриджидо. Ворониной вот в этой борьбе главное удержать свою скорость. Она прекрасно знает, как бегать, в том числе и на открытых катках. И в Амстердаме в прошлом году на чемпионате очень достойно выглядела Наташа Воронина в многоборье на чемпионате мира. Поэтому, в общем, ничего сложного для нее здесь нет. Воронина регулярно на 3-5 километрах оказывается в числе призеров. Уже не одна медаль. Уже и медали в общем зачете Кубка мира на длинных дистанциях у нее. Но вот регулярно разве что ловит спину Лола Бриджидо. И этим пользуется. Как раз за счет этого и пытаясь сделать рывочек такой небольшой. Но ровная борьба. Ровная борьба. Правда, еще раз повторюсь, много достаточно Лола Бриджидо выиграла у Воронины. Больше секунды на дистанции 500 метров. Поэтому, конечно... Ну вот 33,6. Не очень здорово. Упал немножко еще темп у Наташи. Итальянка здесь пользуется, конечно же, огромной поддержкой публике. Но за счет этой поддержки может быть и Наташа постараться... Круг до финиша. И сейчас снова получится, что Лола Бриджидо может попасть в спину у Воронины. И много, много достаточно выигрывают у лучшего пока результата. Идень йотун почти 6 секунд. Ну, молодец Наташа. Здорово отработала малый поворот. И сразу ушла на внешний радиус, не подставив спину Франческе Лола Бриджидо. И вот как сейчас Франческа, внучатая племянница, знаменитой актрисы. Как вот она сейчас отработает малый поворот. Да нет, здорово тоже отработала. И посмотрите, какая борьба на финише. Не хочет Наташа уступать. Молодец, молодец! Борется! Проиграла 2 сотые секунды. Но, тем не менее, очень хороший результат. И очень хорошая сумма. У Наташи и у Франчески. 4.11.30. Но полностью результат этот оценить мы сможем, когда все соперницы пробегут. Но в этой борьбе, в общем, явно девушки показали максимум, на что были готовы сегодня. И Франческа может поблагодарить только Наташу за то, что несколько раз Воронина предоставила ей свою спину на переходной прямой на длинных дистанциях. Это важно. Главные действующие лица сейчас начинают вступать в бой. Ну, прежде всего, голландская сборная. На классическом многоборе практически любого представителя голландской сборной можно и должно воспринимать как претендента на медали. Хотя, хотя, вот, вторые и третьи номера, особенно у девушек, не всегда добираются до этих медалей, особенно третий. Но Карлайн Актеректе, не так много у нее международных стартов, но, тем не менее, вот, конечно, фантастически удачным получился прошлый сезон у Карлайн, когда она отобралась в голландскую сборную для участия в Олимпийских играх и была явным третьим номером в голландской сборной на этой дистанции. Но неожиданно, где-то в середине стартового протокола, она показала такое время, с которым не смогли справиться все остальные. И она, сидя на трибунах с родителями, узнала о том, что стала Олимпийской чемпионкой. Ну, а Мартина Сабликова, ну, что сказать, пятикратная чемпионка Европы в классическом многоборе, этим уже все сказано. И три-пять километров это ее любимая дистанция, поэтому, конечно, именно за счет трешки и пятерки начинала свою карьеру Сабликова, затем, добавив на полуторки, сумела добраться до золотых медалей и на чемпионате Европы, и на чемпионате мира. Ну, вот, похожая ситуация и сейчас на переходной прямой сложилась. Ну, правда, нет, был все-таки небольшой разрыв, непосредственно в спину не сумела Карлайна Актеректе поработать и подобраться еще ближе, может быть, даже и выйти вперед относительно Сабликовой. Секунду с небольшим выигрывают у графика Ворониной и Франчески Лолабриджиды, Карлайна Актеректе. Ну, Карлайна Актеректе проиграла Ворониной на пятисотметровой дистанции, как, впрочем, и Сабликова. Но проиграли немного. 16 сотых проиграла Актеректе и две десятых секунды проиграла Сабликова. Соответственно, ну, вот две десятых секунду и две надо выиграть Сабликовой у Ворониной, чтобы опередить ту в сумме многоборья. После двух дистанций, после первого дня. Но это, в общем, даже не так важно будет именно сейчас, занятые места с точки зрения многоборья, как с точки зрения жеребьевки на полуторку, на завтрашнюю. Ну, вот сейчас уже Сабликова достаточно получила приличное преимущество. А вот Карлайна Актеректе, ну, вот очень не рекомендуется в Калальбо на прямой старт-финиш распрямляться. Потому что как раз здесь бывает встречный ветер, и это очень тормозит. А Карлайна, нельзя сказать, что в такой хорошей аэродинамичной посадке сидит. Посмотрите, вот даже если сейчас было хорошо очень видно по сравнению с Сабликовой, Сабликова сидит гораздо ниже. И еще, выходя на прямую, вот это вот, как сейчас пробегает, еще он нагибает немножечко плечи, голову. А вот Карлайна этого не делает. И за счет этого теряет немножечко скорости. Ну, скорость все равно чуть-чуть выше. Ну, примерно такая же, как у Ворониной с Лалабриджидой была. Но теперь смотрим до конца. В этой паре, понятно, Сабликова опередит голландскую оппонентку. Но не с этой соперницей прежде всего надо рассчитывать борьбу Мартини Сабликовой, а с Вюстой и Де Йонг. И у Сабликовой с Карлайн тоже падает скорость. И Карлайн, посмотрите, здесь уже медленнее было на этом конкретном круге, нежели Ворониной и Лалабриджида. А мы помним, как Воронина с Лалабриджидой еще шикарный последний круг выдали в борьбе. И Карлайн не факт, что удержит вот эту секунду перевеса над результатом Ворониной. Ну и вот последние метры дистанции. Да, Сабликова проигрывает своему же рекорду катка. Да, Карлайн Актеректе последний круг не удержала. И проиграла и Лалабриджиди, и Воронина. И, соответственно, в сумме проигрывает им. Ну а Сабликова проигрывает итальянке в сумме. Ну, прежде всего за счет того, что очень хороший, очень высокий результат показала Франческо на 500-метровой дистанции. И тех трех секунд, которые Сабликова выиграла у нее здесь на трех километрах, не хватило. Петр Новак мелькнул на тренерской бирже. Тренер, многолетний тренер Мартины Сабликовой. Вот как раз он крупным планом. И я тут с удивлением прочитал совсем недавно о том, что Каролина Ирбанова закончила свои выступления в большом спорте. Ну, даже не сам факт того, что закончила, а факт того, что мотивация, скажем, Каролины Ирбановой была в, ну, скажем так, я дословно формулировку не приведу, но в таком доминирующем, претензионном отношении к ней как раз Петра Новака, тренера сборной. Ну, сейчас Антуанет де Йонг и Роксан Дюфтер. Можно сказать, что Антуанет не повезло с жеребьевкой, потому что Дюфтер явно не соперница Антуанет. Антуанет – обладательница лучшего результата сезона на этой дистанции. Она единственная пока в этом сезоне, кто сумел выбежать из четырех минут. Сделала она это еще на первом национальном отборе в первых числах ноября в Херенвейне. 3,5941 секунды. Ну, и, в общем, конечно, этот результат дает ей основание мечтать о хорошем результате здесь, в многоборе. Тем более, что она сумела выиграть 500-метровую дистанцию. И, соответственно, относительно своих главных соперниц имеет очень хорошее, очень серьезное преимущество. Ну, вот той же Сабликовой секунды и 77 сотых. Умножьте эту секунду и 77 сотых на 6, и вы поймете, сколько может проиграть Антуанет де Йонг Мартини Сабликовой. Но она ведь и проигрывать-то не собирается. Думаю, что график Сабликовой сейчас будет какое-то время даже ориентиром для де Йонг. И вот Антуанет тоже умеет хорошо такую компактную посадку садиться. А вот в ветреную погоду на открытом катке Роксан Дюфтер придется очень и очень тяжело. Особенно, если учесть, что и 500 метров ей не удались. И вот, посмотрите, де Йонг вроде бы скромно начала, но потихоньку-потихоньку по 2.3 уже сократила до нуля свое отставание от графика бега Мартины Сабликовой. Если эту скорость удержит, то, может быть, даже может и претендовать на рекорд катка. Еще раз напомню, рекорд катка Мартины Сабликовой 4.03.52 принадлежит. У Даши 4.05, если сумеет пробежать. Антуанет де Йонг это уже будет очень серьезным, очень серьезной заявкой, может быть, даже на победу. Ну, бедная Роксан Дюфтер, ей, в общем, остается только посочувствовать. Соперница от нее далеко убежала. Де Йонг немножечко чистит, как мне кажется, но, возможно, это вот условия льда такие. Это все-таки опередить Сабликову сложно. И 0.27, четверть секунды по графику бега Сабликовой проигрывает де Йонг. Тяжело и ей приходится, посмотрите, уже сжало зубы. Но вот эта высота, хотя голландцы, в том числе и Антуанет де Йонг, часто очень приезжают на этот каток. И Свен Крамер сказал, что, ну, я здесь себя чувствую почти как дома, почти как на Тиалфе. Много тренируются, много сборов проводят голландские конькобежцы даже по ходу сезона. И летом сюда приезжают, готовятся и ездятся на велосипедах в горах Тироля. Отличные здесь условия. Поэтому все здесь голландцам знакомо. Выходит на финиш уже Антуанет де Йонг. Ну, сумеет, не сумеет обыграть Сабликову. Но даже если не сумеет, все равно она практически ничего ей не проиграет. И, соответственно, вот этот перевес 500-метровки сохранит. Так, финиш даже выиграла 15 сотых. И по этому поводу возгласы итальянской и голландской публики. Не сомневаюсь, что и голландские болельщики здесь есть. Ну и Роксан Дюфтер. 4,19,28. Ну, для вроде бы и неплохой результат у Роксан Дюфтер. Но лишь девятая у нее сумма. Где-то на уровне Елизаветы Козелиной. Чуть-чуть. Ну, примерно в районе. И я думаю, что Лиза может ее по сумме трех дистанций обыграть. Ну, а что касается Антона Де Йорк. Да, она, в общем, решила побороться за золото. Не иначе. Так, Янис Мегин, голландский судья-стартер, готовится дать старт последней паре. И Рейн Вюст, пятикратная чемпионка Европы. И Евгения Лаленкова. Женя в этом сезоне очень здорово прогрессирует. Опытная спортсменка. Но сумела перезапустить свою карьеру. Это очень здорово. Обновила личный рекорд. Основательно обновила 4.04.56. Ну, понятно, Вюст в этом сезоне бегала быстрее. 4.01.29. А в карьере и 3.58 есть у нее. Но Жене вряд ли стоит пытаться навязать Рейн Вюст в борьбу. Даже на первых кругах. Надо свой темп поймать и своим темпом пройти всю дистанцию. Вюст пусть решает свои задачи. Я думаю, что Лаленковой надо где-то на 4.15 ориентироваться. Вот на такой результат. Если получится быстрее, это будет просто здорово. И это значит, будет хорошая возможность прогрессировать и в сумме многоборья. Седьмой была Женя после дистанции 500 метров 40.66 секунды. И Рейн Вюст была четвертой. Но между ними достаточно большой разрыв. 39.73 показала Вюст. Проиграв чуть больше полсекунды. Антуанет де Йонг. Ну и считайте сами. 4.08. Результат де Йонг. 4.08.075. Значит, 4.05. Примерно с таким временем надо бежать и Рейн Вюст. Я не думаю, что сегодня и Рейн Вюст способна на такой результат. Но посмотрим. Она спортсменка очень амбициозная. Для нас в данном случае важнее и интереснее график бега Лаленковой. Пока вполне достойный из 33 секунд. Женя талантливая. Вологодская спортсменка. С самого начала своего выхода из юниорского возраста ей много было раздано авансов. Но в какой-то момент, может быть, травмы, болячки помешали ей. Ну, нашла она себя в браке с Евгением Лаленковым. Поменяла фамилию. И стала замечательной мамой. Но потом решила вернуться. И, как мы видим, не зря. Очень-очень достойно выглядит пока Лаленкова в этом забеге. Да, проигрывает, конечно, и Рейн Вюст. Но много ли людей готовы соперничать с Рейн Вюст на равны? Единственное, что, конечно, вот и Женя бы чуть-чуть бы поработать над посадкой. Чуть-чуть бы немножечко плечи опустить. Но, посмотрите, 33-58. Последний круг Лаленковой быстрее, нежели у Рейн Вюст. Почти на полсекунды. То есть, может быть, еще и Рейн Вюст испытывает серьезные проблемы. Слишком быстро, слишком быстрым началом. Ну, вот посмотрим. Сейчас два малых поворота у Лаленковой. Ну, опередить Вюст она не сможет. Я думаю, что, но хорошо поработав на этой прямой и малом повороте, она перед последним кругом может оказаться за спиной. Вюст на переходной прямой. А нет, вы знаете, даже вперед выходит. Посмотрите, какое западение, сумасшедшее западение. Скорости у Рейн Вюст. Как ее рубануло по ногам. И Женя опережает в паре знаменитую голландку. Еще раз повторюсь. Пятикратную чемпионку Европы. Лаленкова первый выходит на последний поворот. И выиграет. Выиграет. Может выиграть у Рейн Вюст. Но, по крайней мере, будет равная борьба на финишной прямой. Вот это да. Вот это да. Да нет, выигрывает Лаленкова в этой паре. Ну, что ж, браво. Браво, Женя. Ну, как я и говорил, из четырех пятнадцати она себе эту цель поставила. И она ее выполнила. А вот то, что Рейн Вюст лишь седьмую результат на трех километрах показывает. Ну, это невероятно просто. Ну, и вы видите сразу результаты в сумме. Сергей Клевчиня, конечно, помогал лишь только на тренерской бирже. Здесь Павлу Абраткевичу. Но отличный. Отличный результат Лаленковой. Ну, и давайте потихонечку подводить итоги. Ирейн Вюст в сумме на третьей позиции, а Женя Лаленкова на седьмой. Ну, и сейчас все результаты мы увидим. Итак, Де Йонг Сабликова, Лола Бриджида. Три лучших результата. Обидно. Ворониной две соты не хватило до цветочной церемонии. Лаленкова шестая. Это тоже, в общем, здорово. Ну, Елизавета Козелина, конечно, далековато. Двенадцатая она с результатом своим. Но, тем не менее, неплохо все равно выглядит по сумме. И вполне может отобраться на заключительные пять километров Елизавета Козелина. Ну, и сейчас давайте мы смотрим сумму многоборья. Приличный, очень приличный отрыв. Фуде Йонг от Лола Бриджиды. Ну, вот справа увидите, сколько надо отыгрывать на полутора тысячах метров. Сабликова четвертая. Воронина пятая. Ну, да, с Ирейн Вюст придется бороться за бронзу. Сабликова и Вюст. Ну, впрочем, и с Лола Бриджидой. Лаленкова седьмая. Козелина восьмая. Отлично. Все три наших девушки в восьмерке сильнейших. Таков результат первого дня у девушек в классическом многоборье. Результат очень приятный для нас. Ну, и у нас очередная заливка перед стартом у мужчин на дистанции тысячу метров в рамках чемпионата Европы в спринтерском многоборье. Соответственно, и небольшая пауза в нашем репортаже. Но стартов мы не пропустим. Так что и вы будьте поблизости. Бьерн Магнусен и Корнелиус Керстен, норвежец и британец, на первой паре на дистанции тысячу метров, преодолели только первый круг. Ну, конечно, к норвежцам особое внимание после успеха Хенрика Фагерли-Рюкина, неожиданного на дистанции 500 метров, где он стал первым. А вот Бьерн Магнусен, которого увидели, в общем-то, гораздо выше, стал лишь только десятым на 500-метровке. И вот заканчивая тысячу, ну, понятно, что первое место в квалификации. Но 1.11.64 – это, в общем, достаточно скромный результат. Рекорд катка 1.09.26 установлен он был еще в январе 2006 года Шани Дэвисом. Ну, да, уже 13 лет практически прошло с того момента. Ну, вот как и мировой рекорд Шани Дэвиса держится, так держится и рекорд катка. Ну, может быть, сегодня кто-то сумеет замахнуться на него. Мы уже привыкли, что на равнинных крытых катках где-то в район 1.07.05 бегут ребята. Ну, а почему бы на среднегорном открытом катке не пробежать, скажем, 1.09. Самули Сумалайнин на старте. Ну, пока мы ведем речь обо тех, кто невысоко, нездорово проявил себя на 500-метровой дистанции. Самули Сумалайнин на 19-м был из 20 участников. Ну, его соперник по паре Артур Нагаль все-таки немножечко получше себя проявил. Девятое место занял. Ну, здесь еще очень важно, конечно, в спринтерском многоборье суметь добежать тысячу. Именно за счет хорошего бега на тысячи можно многое обрести. Очень здорово поймал сейчас поляк спину своего соперника на переходной прямой. Но, конечно, веселее было, приятнее было бы поймать спину соперника на второй переходной прямой. Но это дает ему определенный толчок. И Артур Нагаль, правда, не обладает каким-то сумасшедшим бегом на тысячи метров. И скромные 1.11.7 у него в этом сезоне. Сумалайнин даже в Инселе бежал быстрее в этом сезоне 1.11.35. Так что Нагаля видно, как рубит просто по ногам в последних метрах. Но все-таки вот за счет той спины пойманного он опережает немножечко финна. Но из одной 12 даже не выбегает ни тот, ни другой. Конечно, в спринтерском многоборье все будет решаться завтра, когда снова побегут 500 и 1000 метров спортсмены. Но определенные выводы, наверное, мы можем делать уже сегодня. В частности, хочется сделать выводы о том, как проявит себя Артем Кузнецов. Да, 1.12.10 ему надо бежать, чтобы опередить соперников. Но, в общем, Артем был лучшим из россиян в первом забеге на 500 метров. 1.09.47 он бегал в этом сезоне в Коломне. 1.08.77 его личный рекорд. И, конечно, Хенрик Домбек спортсмен все-таки уступающий в уровне и в классе Артему Кузнецову. Но вот прежде всего меня интересует, как заключительный круг Артем пробежит. Очень интересная техника разбега. В повороте даже с руками убранными назад на 1000 метров. Ну, я, конечно, не мне обсуждать. Вот даже сейчас в повороте вдруг сбрасывает руку Артем. Есть ощущение, что ему, может быть, не очень даже комфортно это. Ну, посмотрим. Посмотрим. Да, динамика, конечно, с руками убранными назад гораздо лучше. И сил, так, спортсмен может сохранить больше. Но хватает ли скорости? Пока четверть секунды проигрывают они графику Бьерна Магнусона. И сейчас, ну, все нормально с переходной прямой. Вряд ли немец получит какое-то преимущество за счет того, что здесь оказался в спину. Ну, и Артему держать. Держать последний круг. Вот уже финишная прямая. Последние метры. Привычная растяжка на финише. Ну, что? Это достойно. В 87 сотых он выиграл. И 71 балл в сумме у Артема Кузнецова. Ну, понятно, что с рекордами личными в сумме многоборья здесь сложно сравнивать. Даже половину. Но, тем не менее, бег неплохой у Артему получился. И мне кажется, что он, ну, по крайней мере, за место в шестерке должен продолжать бороться. Хенрик Фагерли-Рюке, который так удивил нас на пятисотке. И поэтому 1.11 может он бежать. Игнат Головацук. Ему, чтобы стать лидером, надо из одной девяти выбегать. То есть, бежать на уровне практически личного рекорда и рекорда катка. Это сложно себе представить. Но, что касается Хенрика, здесь тоже. Хенрик, в общем, достаточно узкий. Прежде всего был специалист на пятисотметровой дистанции. И на тысячи в этом сезоне, даже в Херенвене, 1.10.25 он бежал. И личный рекорд его едва-едва из одной девяти. Поэтому, ну, давайте посмотрим. Может быть, действительно, как-то очень здорово подготовился Хенрик к этому чемпионату. И вот этот результат его на пятисотке первый не случайен. Да, наверное, да нет, скромный разбег получился. Я уж думал, и на разбеге здесь будет выкладываться. Хенрик? Немножечко перепады по цвету картинки, когда забегают в тень спортсмены. Игнат, как раз, в свою очередь, больших успехов добивается как раз на дистанции тысячу метров. И для него сейчас норвежец может на первом круге послужить хорошим таким локомотивом. Из 26 секунд сделали первый круг оба. Ну, вот второй, что со вторым кругом. Это определяюще. Но борются, борются норвежцы. Вровень выходит с белорусом на финишную прямую. И даже выигрывает у него. Ну, одна десять и пятьдесят семь. У Хенрико Фагерли-Рюке 355 тысячных балла выигрывает он по сумме двух дистанций у Артема Кузнецова. Ну что ж, любопытно посмотреть будет, как норвежец выдержит это давление. И будет выглядеть во второй день чемпионата. Ну, а пока опытный Мирка Джакома Нэнси. Ему тоже рекорд катка. И личный рекорд практически надо, чтобы стать лидером. Ну, а Мартину Ливу на 08.34. Надо бежать даже быстрее личного рекорда. Ну, сложно здесь, конечно, представить себе личные рекорды. Но в этом сезоне прилично лучше эстонец был, нежели итальянец на дистанции тысячу метров. Если сравнивать, например, результаты их из Хиренвейна. Там из одной десяти бежал Мартин Лив. Одна 0.9.94. Одна 10.69. Бежал Мирка Джакома Нэнси. Так что, ну, я не возьмусь предсказывать этот спор. Пятисотку они пробежали практически вровень. Две сотые секунды разницы. Сотые. Не десятые, а именно сотые. Так что, кто из них, по сути, выиграет в этой паре, тот и опередит соперника в сумме двух дистанций. Ну, вот другое дело, что это были лишь 15-16 результаты. Мирка чуть-чуть впереди на стартовом отрезке. На отметке 600 метров, но разница небольшая. 23 сотые. Ну, нет, должен, наверное, все-таки выиграть итальянец в этой паре. Ему в помощь малый круг. Хотя тяжеловатый бег уже на финише. Нет, посмотрите, очень хорошо отработал эстонец последний поворот. И даже выиграл. Даже выиграл. В этой паре. Ну, и в сумме, соответственно, чуть-чуть впереди. Но это результаты замыкающих. Шестой и седьмой из десяти спортсменов, которые закончили сегодняшние свои выступления. Алексей Есин выходит на старт вместе с Петром Михальским. Ну, Леша тоже, чтобы стать лидером, надо бежать быстрее рекорда катка. Ну, вот Петру Михальскому чуть попроще. Задачка 1-10 ровно. Ну, мы говорили о результатах первого чемпионата Европы двухлетней давности. И тогда Алексей боролся, вплотную боролся с Никаиле и с Келдом Найсом за медали этого чемпионата. Он стал тогда четвертым, меньше двух десятых баллов, проиграв серебряному призеру Келду Найсу. Но вот за эти два года, конечно, немножечко сдал Алексей. Самая большая надежда на то, что проявит сегодня себя на тысячи метров. Очень хочется пожелать ему удачи. Очень хочется, чтобы Леша, ну, по крайней мере, за место в десятке боролся. На 500-метровке он был гораздо скромнее. 13-й результат лишь показал. Но здесь хороший разбег и пока, в общем, такая хорошая посадка. Уверенные достаточно движения. Леша и пришел в спринт как раз из тысячи. У него 500-метровка чуть художе получалась. Нельзя было назвать его прямо уж специалистом именно тысячи. Он, в общем, достаточно ровно бежал как раз и 500-тысячи. Но на тысячи чуть-чуть всегда лучше. И вот сейчас хорошо, хорошо поймать спину Петра Михальского на переходной прямой. И это может дать там одну-две десятых секунды порой даже. Отработать малый поворот. Это все, что осталось на сегодня Алексею. И вот она, финишная прямая. У поляка он выигрывает. Ну, опередит ли его по сумме, нет, не опережает. Ну, близко. Хотя почти полбала проигрывает Артема Кузнецова. Одна 10-62. У Алексея с таким результатом непросто будет бороться. Но есть еще завтрашний день. И как раз в этом и есть умение выступать в многоборье. Ровно пройти, а может быть и прибавить во второй день как раз на тех же дистанциях. И если вспоминать двухлетней давности чемпионата, там именно во второй день Есину удалось прибавить. Будем надеяться, что случится это у него и завтра. Ну, а пока продолжаем следить за дебютом Виктора Лобоса. Виктор 1-0-9-0-1 в Херенвене обновил личный рекорд. Ну, и его соперник по паре Ника Илья. Да, Ника не блеснул на 500-метровке. Ну, как, впрочем, и Виктор. Они были, в общем, достаточно близки. Но в этом сезоне лучший результат или чуть скромнее. Поэтому это будет ровный забег. В этом забеге может быть и родится хороший результат, прежде всего, для Виктора. Тем более, что хорошим локомотивом, опять же, или чуть лучше бежит 500 метров. И, соответственно, несмотря на то, что бежит сейчас первую часть дистанции по большой дорожке, все равно, ну, вот, по крайней мере, до входа во второй поворот ощущал его плечо Виктор Лобос. И молодец, молодец, хорошо старается. Ну, немножко, может быть, вот раскачивание вверх-вниз, это не здорово. С технической точки зрения для Виктора на отметке 600 метров он чуть-чуть впереди, нежели его именитый соперник, 16 сотых выигрывает. Ну, и сейчас, опять же, поймать спину, работать до конца. Да, сейчас как раз вот эта отметка 800 метров, наверное, самая непростая на дистанции 1000. Но нет, выигрывает. Выигрывает в паре Виктор Лобос у Никаиля, у бронзового призера чемпионата Европы 2017 года. Выигрывает достаточно много, из одной 10 выбегает. Ой, молодец, какой Виктор Лобос, лучший результат пока среди всех, кто пробежал уже 1000 метров. И третье место в сумме. Да, он рядом с Артемом Кузнецовым, оказывается, молодец, Лобос, отлично, сложился у него бег. Ну, у Артема Кузнецова 71 балл ровно, 71 балл и 110 тысячных в сумме двух дистанций у Лобоса. Что ж, браво, браво, Виктор. Конечно, остаться в призах для цветочной церемонии будет очень сложно, потому что такие монстры, бегая на 1000 метров, выходят сейчас на дистанцию. Но первыми три лучшие пары. Первыми из них Ховард Холферт Лоренсен и Кайфер Бай. Кайфер Бай в этом сезоне бегал 1000, побыстрее немножечко, нежели Лоренсен. Ну, и личный рекорд его из 1.07, ну, и у Лоренсена тоже. Но Лоренсен явно не остался недоволен своим четвертым результатом на 500-метровой дистанции. И 35 сотых того, что он проиграл Фер Байу на 500-метровке, на 1000 очень-очень сложно будет отыграть. Тем более, что Кайфер Бай очень неплохо разгоняется. И почти ловит спину. Ну, вот сразу оживляются голландские болельщики. Ну, покажите крупнее. На переходной прямой практически съел Лоренсена Фер Бай. Ну что, Лоренсен не будет бороться здесь за медали. На 600 метров уже преимущество, посмотрите, уже солидное. Уже 4 десятых отставания Лоренсена. Фер Бай, как здорово подготовлен к этому чемпионату. Ну, я говорил обычно, что он вторые и третьи места любит собирать стабильно. Но если он будет вторым здесь на 1000, а то и выиграет 1000, то мало кто с ним может поспорить после его победы на 500-ке. Финиш Фер Бай и круг из... О-хо-хо! Это новый рекорд катка. Первый человек, который в колальбо сумел выбежать из 1.9. 1.08.97. И секунду перевеса Фер Бай привозит Лоренсену. Ну, от такого удара уже сложно будет Лоренсену оправиться. Да, конечно, есть еще там второе и третье место. Но за победу Лоренсен на этом чемпионате точно не будет бороться. Ну, а вот Кайфер Бай, безусловно, фаворит. Единственное, кто его, наверное, может опровергнуть. Это Кьелд Найс. Ну, именно с точки зрения многоборья. Хотя и Кьелду, чтобы опередить по сумме многоборья Кайфер Бая, надо бежать 1.08.5 даже быстрее. Ну, про Томаса Кролла и вовсе не говорим, потому что Кролл много слишком проиграл на 500-метровке. Тут еще и фальстарт. Кьелд Найс сразу поднимает руку, но это никак не избавит его от наказания. Ну, вот посмотрите, на 500-метровой дистанции Кьелд Найс допустил фальстарт. Сейчас на 1000 он допускает фальстарт. Ну, руку-то, наверное, он поднимал... Потому что увидел там какое-то, может быть, что-то лишнее на льду. Судя по всему, Кьелд Найс прекрасно понимает форму Кайфер Бая и прекрасно понимает, что сложно будет с Фер Баем бороться в многоборье. Ой, еще задел там фишку, причем такую здоровую, тяжелую. Кьелд Найс в повороте хорошо, что не упал. И в разбеге к Фер Баю они проиграли. Кролл много уступает Кьелду Найсу. Ну, в общем, это логично. Кьелд, особенно на первом участке дистанции 1000 метров, и должен быть быстрее. Затягивает малый поворот Томас Кролл. И он тоже сбивает фишки. Но, правда, на внешнем радиусе. И вот уже быстрее Фер Бая бегут Кьелд Найс и Томас Кролл. И в таком соперничестве сейчас еще Кролл спину Кьелду Найсу поставит. Ну что, Кьелд отберет рекорд катка у Кая Фер Бая. Ой, падает, падает в повороте Томас Кролл. Ну, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Он помог. Ой-ой-ой-ой-ой, из 60-х Кьелд Найс выиграл у Фер Бая. Ну, вот если так, то это будет серьезная битва завтра между двумя голландцами. 1.08.38. Ну, а Томас Кролл выбывает из чемпионата. После этого падения не показывают его, будет он добегать, доезжать до финиша или нет. Ну, в любом случае. В любом случае, ну, интересно, что по-прежнему еще последняя пара впереди. Но результат Виктора Лобаса держится третьим. После только Кьелду Найсу и Каю Фер Бая. Ну, вот момент падения. Выскочила просто нога опорная из-под Томаса Кролла. Редко, когда такое можно увидеть, но это случилось. Ну, что ж, отыграл с лихвой Кьелд Найс все, что уступил своему сопернику. 24 сотых уступил. Значит, 48 сотых мог проиграть на тысячи. Но выиграл больше полсекунды. Но близкие, близкие результаты. Безусловно, вот я думаю, что уже претендентов на титул, список претендентов на титул можно сократить до двух человек. Кайфер Байк, Кьелд Найс. А вот за бронзу можно еще побороться. Ну, абсолютно бездарно на сайте Международного союза конькобежцев работает лайв. До сих пор ни одной суммы нет. Что там еще судьи совещаются? А вот они, а вот в чем дело. Они могут... Кьелд Найс может недолго быть рекордсменом катка и владателем лучшего результата в сумме двух дистанций. Кьелда Найса могут дисквалифицировать. Потому что фишку он сбил на внутреннем радиусе. Значит, коньком он мог зацепить, заехать за пределы конькобежной дорожки. И тогда, в общем, ну, тогда фирбай чемпион уже сейчас. Ну, посмотрим, что решат судьи. Вот так один забег может сразу двух голландцев выбить. Ну, неприятное, безусловно, падение. Тому Сукролу можно посочувствовать. Ну, и обратите внимание на черные повязки у всех голландцев на этом чемпионате. В первых днях этого года пришло очень неприятное известие, трагическое известие на 37-летняя Полин Ван Дьютиком. Некогда чемпионка мира в классическом многоборье скончалась от онкологического заболевания. Конечно, сейчас все, в общем, конькобежцы выражают родным и близким Полин Ван Дьютиком соболезнования. У меня мама, молодая мама, совсем, в общем, совсем недавно она бегала. И вот мы буквально сегодня общались с Варварой Барышевой, вспоминали эту замечательную, очень приятную в общении спортсменку. И Варвара вспоминала, сколько много фотографий у нее с Полин Ван Дьютиком совместных. Ну, они в одно время примерно бегали. И, конечно, неприятно. Ну, вот весь вопрос. Да, в общем, по-моему, дважды Хелд Найс заступил. Очень близко хотел идти к внутреннему радиусу. Это его подвело. Но посмотрим, насколько, какое решение все-таки примут судьи. Это, конечно, может стать определяющим. Пока результат Хелд Найса в онлайн-таблице держится на первом месте. Но долго ли он там продержится? Вот весь вопрос. Вдруг неожиданно прорезался онлайн. Мы прорезались все результаты. 55 тысячных баллов сейчас в сумме разница между Фербайем и Нейсом. Ну и на пятой-шестой позиции по-прежнему в сумме многоборья держатся Кузнецов и Лобос. Есть он пока девятый. Ну и осталась одна пара. Пока один только результат, мы не знаем. Дэвид Босс и Джоэль Дюфтер побегут в последней паре. Обещают буквально в течение 30-40 секунд. Следующий старт Дэвид Босса был пятым на 500-метровке. Джоэль Дюфтер восьмым. Но, в общем, оба неплохо умеют бегать тысячу метров. Дюфтера личный рекорд даже из 1,08. Но вот это ожидание, когда перед тобой падали спортсмены и так долго готовили лед, это всегда сказывается. Услу очень сложно как бы обойти вот это вот и психологически удержать внимание, и самое главное мышечно. Потому что спортсмены готовы были уже выходить на старт. Они разогрелись, они, в общем, сделали свою привычную разминку. Утянуты ботинки, ноги немеют в ботинках, а тело стынет. И все-таки как бы не было там 6 градусов тепла сейчас в Калальбо, но тем не менее ветерок дует. И это неприятно. Ну, посмотрим, как с этой задачкой справятся Дюфтер и Мбосса. Ну, понятно, что претендовать на то, чтобы превзойти голландцев, они не могут. Но они могут быть где-то вот рядом с претендентами на призовые места. Рядом с тем же Кузнецовым и Лобосом в сумме многоборья. Может быть, даже опередить их. Посмотрим. Энергично очень. Энергично разгоняется Давид Босса. Ну, достаточно давно уже этому молодому человеку прочили роль лидера итальянской сборной. Но вот лишь последние два года он, скажем так, в этой роли утверждается. В этом году мы, кстати, в начале сезона Боссу-то и не видели практически на этапах Кубка Мира в группе сильнейших. Но вот многоборья вполне себе может неплохо выступить. Дюфтер пока впереди, но сумеет сейчас Босса удержаться за Дюфтером, поработать за ним. Сложно. Не просто это будет сделать. Ну, и вот посмотрите, как много проигрывают они графиком всех предыдущих спортсменов. Это вот как раз то, что и неуверенные у Дюфтера движения на переходной прямой, едва ноги не разъехались. Это как раз сказывается то, что пришлось вот после падения Томаса Кролла дожидаться старта. Да, лишь восьмой. Да, проигрывает Дюфтер в сумме Лобосу и Кузнецову. Он седьмой, как раз вслед за Виктором Лобосом. Так что пятым-шестым заканчивает первый день Артем Кузнецов и Виктор Лобос. С приличным, правда, отставанием от Лоренсона, идущего третьим. Но вполне возможно, что все-таки это еще не окончательные результаты. И еще раз повторюсь, судьба Кьелден Айса и, в общем-то, в руках судей. Что они решат, заступил за внутренние границы дорожки Кьелден или нет. Ну что ж, первый день чемпионата Европы в Калальбо завершен. Нам осталось только посмотреть результаты. Узнать все-таки окончательное расположение спортсменов. Ну и можно поздравить Лобоса с тем, что он третий, как минимум третий на тысячи метров. Честно скажу, это очень приятный сюрприз. Я, в общем, ждал от Виктора хорошего результата. Но я не думал, что он сможет оказаться третьим. Что он, скажем, обыграет на дистанции тысячи метров, например, Ховарда, Хомферда, Лоренсона. А он обыграл на 0,09 секунды. Ну, по крайней мере, по стадиону объявляют Кьелден Айса необходимость ему готовиться к цветочной церемонии. Значит, результат его засчитан. Значит, борьба в чемпионате... Ну, хотя нет, вот посмотрите, еще будут рассматривать судьи результаты. Ну, и в зависимости от этого, как раз и Лобос ждет церемонии награждения. Он в ней в любом случае участвует. А тут скорее Лоренсону надо переживать. Если снимут Кьелден Айса, то тогда Лоренсон будет третьим. Ну, поэтому и не вывешивают пока нам результатов, ни результатов тысячи метров, ни результатов в сумме. Соответственно, мы понимаем, прекрасно нас поджимает время в эфире. Но очень хочется дождаться все-таки объявить вам преданным поклонникам конькобежного спорта результаты. Они в руках нескольких судей, которые пересматривают и пересматривают этот эпизод. Да, Кьелд Найс, вот еще раз, ну, посмотрите, он правой ногой, по-моему, даже заступил. Даже правым коньком он задел. Ну, я не сторонник, ну, или, понимаете, ну, тут очень сложно рассмотреть. А может быть, он как бы в эти фишки упирался, ну, все равно фишки на границе стоят. Если он их сдвигал, значит, и конек заехал за границу. Ну, судим, непростое решение предстоит принять. Всегда к фавориту особые отношения. Если сейчас снять Кьелда Найса, то это значит... Да, Кьелда Найса сняли. Кайфер Бай победитель. Лобос второй и Лоренсен третий. Ну, соответственно, шестой Есен. Кузнецов девятый. Ну, и в сумме наши ребята поднимаются выше, значит, четвертый и пятый. Кузнецов Лобос. И, значит, ближе возможности бороться за медали. Да, дисквалифицирован Кьелд Найс. Ну, а Каю Фербаеву можно уже вручать золотую медаль чемпиона. Если он такую же ошибку, как Кьелд Найс или к Томас Кролл, не допустит, то он безговорочный чемпион. То есть после первого дня его перевес почти... Смотрите, вот сейчас 81 сотую балла выигрывает он у Лоренсена. Ну, вот между норвежцами и россиянами пойдет борьба за медали. Очень приятно, что Кузнецов и Лобос в этой борьбе. И это второй эшелон российской сборной. Ну, а что касается первого эшелона, который мы увидим завтра у девушек в спринте и в многоборье у мужчин, то там-то уж мы точно ждем борьбы за медали. С таким настроением мы благодарим вас за внимание. С вами был Игорь Швецов. Завтра у нас трудный, тяжелый, долгий день. Будьте готовы, начинаем в час дня. До встречи. Продолжение следует...